Добро пожаловать в Смарт Алматы! На развитие смарт-медицины делается особый упор. Цифровизация в здравоохранении – одна из приоритетных задач. Поэтому умные технологии активно внедряются во все сферы медицинского обслуживания. В современном мире для достижения определенных целей мы используем термин «смарт-подход». В переводе с английского означает «умный». Данная концепция подразумевает эффективное использование времени, внедрение новейших технологий и правильное распределение приоритетов на пути к желаемому результату. Смарт-медицина – это комплекс профилактических, лечебных и иных медицинских исследований с применением высокотехнологичного оборудования и инновационных препаратов. Сегодня на медицинское обслуживание выделяется 3% ВВП РК. Это дает возможность на реализацию крупных проектов. Отметим, цифровизация медицины – одно из главных направлений по развитию общественного здравоохранения в рамках стратегии «Казахстан-2050». Цифровизация – это веяние времени, да, это весь процесс стремится к улучшению именно качества жизни наших не только пациентов, но и медицинских работников. Первое то, что, значит, была проведена очень большая подготовительная работа. Благодаря Акимату города Алматы плюс своими средствами поликлиники 100% были оснащены все медицинские работники именно учреждения. Для чего? Для того, чтобы иметь 100% полноценный доступ. Второе, значит, была модернизирована, усилена система интернета для того, чтобы работала программа онлайн очень эффективно, своевременно, быстро. Кроме этого, значит, с помощью Республиканского центра электронного здравоохранения филиала города Алматы проводилось обучение для того, чтобы наши сотрудники все хорошо умели пользоваться интернетом, в первую очередь, компьютером, полностью компьютерной техникой. Значит, после этого была внедрена именно информационная система. Чем это удобно? Это удобно, первое, для медицинских работников, и второе, для улучшения непосредственно качества оказания медицинских учеников. Чем это связано? Если врач теряет мало времени на оформление медицинских бумаг и так далее, значит, соответственно, он может оказать больше времени пациенту, тем самым, значит, будет улучшено качество. Кроме этого, все эти медицинские информационные системы, которые внедряются по казахстану здравоохранения, они все интегрированы с информационными системами Министерства здравоохранения. Именно непосредственно вся полноценная информация о пациентах, будь то РПН, значит, прикрепленного населения, регистр, значит, электронный регистр стационарного пациента, все это, значит, интегрируется в наши информационные системы. И чем это удобно? Значит, непосредственно пациенту нет необходимости нести выписку, значит, нести какие-то свои данные о себе в медицинской организации вся эта система. Она предусмотрена то, что она всю хранит базу о этом пациенте. За последние годы отечественная медицина шагнула далеко вперед. С каждым годом расширяется спектр услуг, внедряются новейшие диагностические и лечебные технологии, магнитно-резонансные исследования, ангиография, проведение уникальных оперативных вмешательств. Во многих клиниках имеются собственные сайты, где каждый пациент может узнать последние новости в области здравоохранения, задать вопросы специалистам и по желанию оставить отзыв о полученном лечении. Постепенно для пациентов создаются личные онлайн-кабинеты. Так, не выходя из дома, можно узнать результаты обследований, назначение врача, записаться на прием к специалисту или же пройти медицинское обследование в режиме онлайн. Благодаря цифровизации можно очень многие технологии внедрить и ускорить время, когда пациент обращается в клинику, когда врач может исследовать, сделать диагностику. То есть благодаря цифровизации идет автоматизация многих процессов. Дело в том, что, как вы знаете, у нас очень много бумажных процессов. То есть это такие, как и введение истории болезни, это введение амбулаторной карты, выдача многих справок, такие, как флюороисследования, любые КТ-исследования, диагностические анализы. Это все идет через бумажные, в свое время все идет через бумажные документы оборота. Естественно, пациенты, когда приходят в клинику, то многие анализы они могут утерять. Ну вот есть взрослые пациенты, может быть, они не сохранили анализ, еще что-то, да, то есть они теряются, получается. Вот так цифровизация, дело в том, что сейчас создан электронный паспорт здоровья, то есть туда стекается вся информация со всех медицинских организаций. Это идет общая информационная система, она идет по всему Казахстану. То есть это интеграция между стационаром, поликлиникой, интеграция между скорой медицинской помощью и, естественно, пациентом и врачом. То есть вот в электронном паспорте здоровья любые снимки, которые вы проводили, любые диагностические исследования, которые вы проводили, они все там сохраняются. Специально для этого созданы на уровне Министерства здравоохранения сервера, есть такие, да, хорошие объемы, облако, там сохраняется вся эта информация. То есть она сейчас, в данный момент, она будет храниться около 8 лет, любые эти снимки. Введение бумажных записей полностью планируется отменить к январю 2019 года. На смену придет электронный паспорт здоровья, куда будет внесена вся информация о пациенте, ранее перенесенные заболевания, наличие хронических болезней, результаты обследований и возможные аллергические реакции на медицинские препараты. Так, в последующем, обращаясь в любой медицинский центр страны, лечащий врач сможет получить всю информацию о здоровье человека. По словам министра здравоохранения Ельжана Бертанова, на сегодняшний день уже 10 миллионов казахстанцев имеют запись в электронном паспорте здоровья. К 2020 году цифровой документ будет иметь 100% населения. Через ЕГОВ это нет необходимости приходить в поликлинику. Вы приезжаете в любой другой город, вам необходима помощь медицинская. Здесь это не только через ЕГОВ, но и информационная система, она же сейчас имеет у нас мобильное приложение, да, и личный кабинет пациента. Если вы зарегистрированы в этой системе, вообще все пациенты зарегистрированы. Есть такой регистр прикрепленного населения, это такой портал. Этот портал интегрирован и с ЕГОВ, этот портал интегрирован с информационными системами поликлиник и клиник, больниц, получается. Да, есть личный кабинет пациента. Любой пациент может зарегистрироваться через свой компьютер. Он тоже вводит ИИН. Для этого достаточно иметь вот ИИН гражданина и телефонный номер. Любой телефон, то есть это не должен быть обязательно супер какой-то смарт-телефон, достаточно обычного банального маленького телефончика. Туда вводится свой номер и идет регистрация пациента. Этот номер регистрируется за ним, и он сохраняется в информационной базе. После этого к нему приходит пароль. Сразу же, как только пациент отправляет информацию, буквально в течение пяти минут ему приходит ответ, код. Этот код он должен внести в поле пароль. Он вносит в это поле, и все, у него доступ к информационной системе. То есть личный кабинет пациента. Что такое личный кабинет пациента? Он может посмотреть, что назначил ему доктор, какие были сделаны назначения, когда он пришел. Если были какие-то исследования, он тоже может посмотреть свои анализы, свои рентген-снимки, любые диагностические какие-то мероприятия были проведены, он может это прочитать. Плюс он может какие-то есть напоминалки там. Там очень много хороших напоминалок, таких как при беременности, как себя вести, да, как соблюдать режим, например, по уходу за ребенком. То есть также, если есть артериальная гипертензия или есть ИБС, то есть там все рекомендации есть. По словам специалистов, современные гаджеты, смарт-часы, фитнес-трекеры, браслеты являются хорошими инструментами цифровизации охраны здоровья. Они помогают вести мониторинг и контролировать состояние здоровья граждан. Уже сегодня с помощью смартфонов каждый из нас может поддерживать правильный образ жизни, наблюдать за персональными показателями активности, питания, сна, иммунизации и так далее. Именно поэтому с 2017 года в Казахстане стартовал еще один инновационный проект – мобильное медицинское приложение. Главное его преимущество – экономия времени врачей и пациентов. Программа ускоряет процесс обращений и получения результатов, предоставляет необходимую медицинскую информацию в доступном виде. Пациент пользуется мобильным приложением, он сокращает время свое. Он не идет в поликлинику, не сидит за телефоном. Скачав буквально очень простой процедурой, скачав мобильное приложение, он может предварительно записаться, вызвать врача на дом через мобильное приложение, узнать всю информацию по поликлинике, о расписании врачей. Именно записаться на того врача, который ему необходимо. И это очень удобно тем самым, что это все в онлайн-режиме. Значит, все эти мобильные приложения, они подключены к нашему медицинской информационной системе, и непосредственно врачу сразу в личный кабинет падает вся информация. Если на его прием был записан пациент, то сразу врач видит, и тут же он моментально реагирует. Если врач вызывает на дом, то тут же обслуживает вызов. Если он записывается, то уже пациенту не нужно приходить, получать в регистратуре талон, выставить очередь и так далее. Все это улучшает непосредственно качество оказания медицинских уступов. Данная информационная система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Она также применяется для раннего выявления болезней. Так зарегистрированным пользователям высылаются СМС-уведомления с приглашением на медицинский осмотр. Есть определенные возраста, вот в СМС есть специальные возраста, то есть это уже проведено исследование, это не взято откуда-то эти возраста, это по исследованиям, именно в этом возрасте возможно такое-то заболевание или первые признаки. И скрининг что делает? Вы приходите в поликлинику, и вам делают скрининг-тест, например, на сахарный диабет, на хелестерин, на рак, заболевания, различные онкологические заболевания. Это все проводится бесплатно за счет средств государства, да? И вот в телефоне, в этом смартфоне, в мобильном приложении вам говорят, что вам столько-то лет, у вас какой-то скрининг, посетите поликлинику. Это же очень удобно. Это информационная система, мобильное приложение само напоминает об этом, что вот сейчас вам нужно пройти скрининг какой-то, пройдите его. Так скрининг определяет это. И если вам, то есть в мобильном приложении уже один из плюсов, да, того, что вам будет напоминать о том, что у вас скрининг, или если у вас повышенное артериальное давление, вы не знаете, как помочь, это там есть тревожная кнопка. То есть ты нажимаешь на тревожную кнопку, и в поликлинике узнают, что вам плохо, и они должны прийти к вам домой на вызов. Одномоментно сразу это будет видно в информационной системе. Точно так же, как то, что пациент просит запись на прием, и вызов врача, точно так же и тревожная кнопка, она будет видна. Подобный подход также позволит предотвращать врачебные ошибки. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% стран из 125 обследованных заявили, что мобильные приложения расширили доступность оказания медицинской помощи. Благодаря электронным паспортам специалисты из разных центров намного быстрее проводят совместные исследования и приходят к единому решению проблемы. Имеет много факторов, да, первый, экономический эффект, да, первый, второй, значит, оказание именно медицинских услуг, оказание качества медицинских услуг, ну, какой экономический эффект. Значит, сейчас на данный момент интегрировано и исключено из документа оборота 30 бумажных форм. Да, вы представляете, какая система? Еще в ближайшее время с помощью филиала Республиканского центра электронного здравоохранения будет внедрено еще 30 форм. Значит, бумажная форма тем самым будет исключена. Вы представляете, какое огромное количество, огромное количество бумаг, сколько средств будет сэкономлено, финансовые. Кроме этого, значит, медицинским работникам нет необходимости ехать куда-то, да, терять свое рабочее время, эффективность, ехать куда-то, сдавать свои формы. Все эти формы будут непосредственно переходить. Почему? Потому что все медицинские информационные системы, они связаны между собой. Это не означает, что в 17-й поликлинике одна информационная система, где-то другая. Но все эти системы, они между собой связаны, прозрачны. Поэтому нет необходимости сдавать эти формы, они все сдаются автоматически. Поэтому это плюс. Сейчас в Казахстане функционируют 22 информационные системы, которые обеспечивают сбор статистических данных. К слову, в Алматы 90% жителей уже имеют электронный паспорт здоровья. Есть такой момент, как телемедицина. То есть врач из отдаленного района, например, какой-то тяжелый случай, он не может разобрать или не знает, что делать. Тогда точно так же рентген-снимки, УЗИ-исследования или ЭКГ, непосредственно, которое было снято, он тоже может отправить через интернет. Своим коллегам. Да. И коллеги, например, из того же всех институтов, они могут проконсультировать и поставить точный диагноз и помочь в этом отношении. Это тоже очень хорошо. Или, опять же, если случай требует экстренного оперативного вмешательства, то, естественно, санавиации можно будет доставить какой-то центр и оказать помощь. А может ли ребенок пользоваться мобильным приложением? Да, он может. Потому что сейчас дети очень такие интерактивные, для них это даже легче и легко. То есть он может тоже зайти и посмотреть. Но если у него есть телефон, то он регистрируется и тоже может задать свои вопросы. Если вы помните, по-моему, ребенок задавал вопросы в онлайн-режиме вот кому-то из спикеров, я помню, там, 11 лет, и говорит, вот у меня то-то, то-то, вот, а мне надо вот это, и что-то такое было. Я помню, что дети тоже могут. И он получал ответы? Да, получал ответы, конечно. Дети, они могут регистрироваться через родителей, родители регистрируют через телефон. А ребенок, например, сам записаться на прием или вызвать врача на дом самостоятельно не может, конечно. Потому что дети только с разрешения родителей могут. Цифровизация в смарт-медицине – далеко не все инновации, применяемые в данной сфере. Автоматизация рабочего места врачей, внедрение электронных карт, применение новейших технологий и телемедицина – мировые тренды. К ним сейчас и стремится Казахстан. Все это выведет медицину на высшую ступень и повысит уровень и качество жизни населения. И это удобно тем, что администрация, мы же должны мониторировать свои индикаторы, как это все происходит, как работают. Это не нужно сейчас кого-то вызывать к себе, что-то анализировать. Все система анализирует сами. И мы всю информацию видим в режиме онлайн. Непосредственно по окончании с учетом индикатора можно их стимулировать. Все действия работы направлены на то, чтобы улучшилось качество медицинских узлов, в первую очередь, чтобы пациентам предоставлять качественные услуги. Но от чего это зависит, прежде всего? Это зависит от времени. Чем большему времени мы уделяем пациенту, тем самым будет качественнее оказана медицинская помощь. Это естественно. Кроме этого, мы уважаем время пациента. Необходимо. Сейчас век такого быстрого течения жизни. Пациенту очень важно время его, особенно работающим людям. Поэтому вот эти внедрения цифровизации приведет к тому, что пациенту не нужно тратить времени, отпрашивать нас с работы и так далее, и так далее. Все это он может сделать буквально несколько секунд через мобильное приложение, и уже пациент будет знать время своего приема, и он в любое время приезжает сюда. Кроме этого, значит, в поликлиниках внедряется инновационная, значит, видеостена, электронное расписание врачей. Это новые терминалы, которые непосредственно пациенту нет необходимости ожидать. Ну, как бы в больших медицинских, не только медицинских, но и в акционах, в банках, электронной очереди. Это крайне резко сокращает время пациента, что очень важно. Работает триаж-система. Да, триаж-система. Значит, есть социально-психологическая служба, да, которая у нас непосредственно имеет определенную форму. Да, форму. Значит, желто-красный галстук. Любой пациент, обратившийся в поликлинику, обратившийся в поликлинику, он, конечно, у него будут разбегаться глаза от того, что белые халаты, и он не может, может растеряться от того, что бы у кого необходимо спросить. Непосредственно триаж-система, наша социальная работа, психологи, меня не обучены этому. И любой пациент, видя красно-желтый галстук, да, любой пациент обращается именно непосредственно к нему. Да, и он уже, если тем более это лицо с ограниченными возможностями, будь то колясочники, будь то с палочками, они моментально, значит, реагируют и сопровождают этого пациента с ограниченными возможностями полностью. На время захода до того времени, пока пациент сделал все свои необходимые вещи, он покидает. В это время социальные работники его сопровождают. Кроме того, в мегаполисе круглосуточно работает единый городской информационный колл-центр, где можно получить любую медицинскую консультацию, помощь психолога, узнать о закреплении к поликлинике в своем районе, либо оставить отзыв о качестве предоставляемых услуг медицинскими учреждениями города. Предложения и пожелания обязательно будут рассмотрены и переданы в Управление здравоохранения Алматы для дальнейшего принятия решения. Этот колл-центр дает возможность, например, оценивать работу оператора. Во-первых, по записи, потому что иногда пациенты говорят, что им нагрубили в колл-центре оператор. Мы даем прослушать пациенту, звонившему, и говорим, вот, прослушайте сами разговор, в самом деле, кто нагрубил или нет. Потом, во-первых, этот вот, как вот говорил оператор, является индикатором работы оператора. Если действительно есть, вот, подтверждается, что оператор ответил не так корректно, то это может послужить понижающим индикатором. Кроме того, есть повышающие индикаторы такие, как сколько звонков обслужил оператор. Кроме того, здесь вот вы на табло видите, табло видите расписание врачей. Врачей как участковой службы, так и узких специалистов. Это табло стоит у них перед ними. График работы ежедневно актуализируется. Если случайно кто-то из врачей заболел, или же не может сегодня принять, то график тут же вводится изменение в графике. А кроме того, надо сказать, что вот этот график дежурств, он приема, то есть врачей, переносится сразу же на сайт поликлиники. Потому что многие пациенты, они открывают сайт, и оттуда вот записываются на прием. Кроме того, вот вам уже сказали, что имеется мобильное приложение на телефонах пациентов, они могут по мобильному приложению записаться. И также это все падает на личный кабинет врача. Стоит отметить, что вся электронная информация о здоровье человека приравнивается к врачебной тайне, за нарушение которой будут применяться соответствующие меры наказания. Доступ к личному кабинету ограничен. Пациент сам решает, кому будет доступна та или иная информация. Человек противится тому, чего он не знает. И в первую очередь наша, конечно, задача медицинских работников именно предоставить полную информацию. Объяснить, что это безопасно, что это эффективно, что это удобно для пациента, что это в будущем все равно улучшит качество оказания медицинских услуг именно для вас. И, конечно, пациенты практически, большей частью, очень редко встречаются пациенты, которые против, но практически нет. Потому что если правильно пациенту предоставить информацию, он никогда не будет противиться новому. Но сейчас с началом работы именно в медицинских информационных системах медицинские работники сами стали замечать о том, что это качественно, что это удобно, что это... И тем самым не только сами убеждая себя в медицинской работе, он убеждает, правильно убеждает. Главное, если я, медицинский работник, правильно понимаю это, правильно с этим работаю, если правильно предоставляют, значит, я могу правильно убедить пациента. И в итоге любой союз будет выгоден, удобен и для пациента, и для медицинского работника. Чем больше данных о состоянии пациента будет получено, тем эффективнее и быстрее пойдет лечение. В разговорах о будущем медицины не обходится без описаний систем непрерывного сбора данных. Регистрации физиопоказателей, таких как температура, частота сердечных сокращений, артериальное давление и состав крови. В идеале, через несколько лет такие системы будут полностью или частично неинвазивными. То есть, во время исследования на кожу не будет оказываться воздействие с помощью игл и других хирургических инструментов. Ежегодно ученые предлагают сотни концептов-гаджетов для мониторинга здоровья. Самые известные – футболка, измеряющая частоту вдохов и выдохов, и позволяющая быстро диагностировать астму. Датчики соли и сахара в виде наклеек для зубов, а также устройства, способные заметить резкое снижение подвижности. Их использование предлагается для наблюдения за состоянием пожилых людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. В недалеком будущем технологии 3D-биопринтинга и технологии с использованием стволовых клеток помогут заменить больные или травмированные органы. Уже сегодня во всем мире применяются функциональные протезы. К примеру, механическими пальцами можно почувствовать фактуру поверхности или проделывать мелкие манипуляции в виде набора текста на клавиатуре. Не так давно появилась персонализированная медицина, благодаря достижениям в области молекулярных технологий. В середине XX века специалистам удалось расшифровать геном человека. На это было потрачено 13 лет и 3 миллиарда долларов. Сегодня данный процесс занимает несколько дней, а скоро и вовсе сократится до пары часов. Сейчас можно исследовать не только гены, но и их роль в процессе развития того или иного заболевания. Ученые определили, что причины одинаково появляющихся патологий у людей кардинально отличаются. Поэтому одно и то же лекарство может по-разному действовать на каждый организм. Возможности персонализированной медицины ученые называют фантастическими. И нет сомнений, что в недалеком будущем мы будем ходить в аптеку не с рецептом, а со своим генетическим кодом. Умный город – это здоровые и счастливые жители города. Поэтому качество и доступные социальных услуг, новые технологии и медицинские информационные системы – это важнейшие составляющие на пути к построению умного города. Вы смотрели «Смарт Алматы». С вами была я, Ахдана Сабр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!